Аня, ты у меня одна, словно в ночи луна, Словно в степи сосна, словно в году весна. Нету другой такой ни за одной рекой, Ни за туманами, дальними странами. В иниях провода, в сумерках города, Вот и взошла луна, чтобы светить всегда, Чтобы светить весь день, чтобы стелить постель, Чтобы качать всю ночь у колыги ду. Передай привет, пожалуйста. Кому ты хочешь передать привет? Сама себе передай привет. Мы тебе покажем это видео, когда ты вырастешь большая. Да? Давай договорились так? Да. А сегодня? Передай привет, скажи Неме, Лее, маме, папе. Ты с бабушкой тут сидишь, да? С бабушкой, дедушкой, тетей Лене. И моим сестрам Софией Кикоте. Так. И Леей Гитлмейкер, которые сейчас должны приехать из Максима. Да? С покупками? С покупками, да. Ой, какая прелесть. Хорошая девочка так у нас ведет себя хорошо. Она вообще ведет себя очень хорошо. И только если что-то не так, она тогда... Да, ведет себя по ситуации. Ой, как мы зевонька. Потому что люди не понимают. Бабушки сговорились и забыли. И надо памперсы менять. Или кушать дать. Или подержать по-другому, чтобы была отрыжка. Ну, если люди не понимают, то надо им как-то об этом дать знать, да? В вежливой форме. Поднять голосок, повысить. Красивые пальчики музыкальные. Мама и папа музыканты. Так что Джоси тоже будет играться. Папа тоже музыкант. Да, папа играет на гитаре. Ух ты, так там целая музыкальная семья. И палят песенки папа. Да? Угу, хорошо. Какие вы красивые. Нельзя быть на свете. Красивый такой. Она очень любила, когда я пила ей песни. Ай, люли, люли, люли. Прилетели журавли. Стали гули ворковать. Нашу Джосю, Джоси, ублажать. Ай, люли, люли, люли. Джоси, мы тебя нашли. Где в капусте? Нет. Где тебя нашли? Где ты, откуда тебя привезли? Спытай. Мама хорошая такая. Как тебе повезло, что мама у тебя вера. Папа, Ниша, сестра Лея и брат на ум. Ты родилась в хорошей семье. А бабушка у тебя вообще чудо. Две бабушки. Бабушка Женя. Бабушка Оля. Дед Леня. И дед Олег. Ай, люли, 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 наши детки пришли, песенку слушают, бабушку любят. Меня оценивают. Да, петь не надо там. Все говорят, у тебя нет голоса, ты не поешь, тебе петь не надо. А я пою, душа-то поет, как меня в горе держали, я не понимаю. Было, было. Я свидетель. Внуки они учатся, будут лучше петь, чем бабушка. А ну они же воспитываются на песенку. Конечно. Они же на эмоциях, они же на... Да, зайка, скажи бабушка, спасибо, ты самая лучшая певица в мире. Моя сладкая девочка. Мама, наверное, тоже поет песенки. И мамочка поет, особенно когда была в животике, Джосичка, мама ей очень много пела. А когда родилась Лея, то Миша первое, что сделал, подошел к столику и стал ей петь песенки. Да? Гладить по животику и петь песенки ей, Леечке. Всякие там, в музей-мужбудке. Он говорит, она все знает, я ее уже пел, когда она не родилась, она эти песни знает. А паспорт какой? Американский. Дают там в Таиланде? Да, там есть посольство. И можно пойти. В Нангкоке. Потому что тайцы же не дают ничего. Ну да. У них же там все это... Справку таки. А вот так мы еще, мы так не лежали. Вот так вот. У-у-у, кораблик, летит самолетик. У-у-у-у. У-у-у, самолетик летит, летит, летит. У-у-у, самолетик летит, летит, летит. У бабушки хорошая зарядка. Сколько она весит уже? Так, я родилась 3,5, 4,5, 5,5, ну может 6 килограммов. 6 килограммчиков, Гантелька такая. Ну, своя нож не тяжела, Тонечка. Да, конечно. Я и этих кулем ношу на руках. Этих, да? А, Суня там такая... Тяжелая? Такая бомбочка. Да. Да. Ну вот.